В Ненецком округе наряду с открытием барельефа протопопа Аввакума также состоялась научная конференция, посвященная его литературному и духовному наследию. Местом проведения форума стал социально-культурный центр «Престиж» в Тельвиске. Напомню, в 2020 году отмечается 400-летний юбилей протопопа Аввакума. Подробнее об этом Михаил Веселов. Идеолог, лидер старообрядчества Аввакум Петров вошел в историю мировой культуры как выдающийся писатель 17 века. Автор многих десятков сочинений, большинство из которых созданы в Пустозерске. В том числе и первое в русской литературе произведение автобиографического жанра – знаменитое «Житие». Это событие действительно мирового значения, поскольку творческое протопопа Аввакума внесено в ЮНЕСКО. То есть даже вот это культурное значение, оно действительно всемирно. Выбор Тельвиски в качестве площадки научного форума не был случайен, ведь это одно из наиболее старинных Нижнепечорских сел. Сегодняшняя конференция – пустозерская проза протопопа Аввакума – мировое и духовное, и культурное наследие. Еще одним поэтическим напоминанием о мученической судьбе протопопа Аввакума остались строки из поэмы Елены Безумовой «Быль о пустозерске», прозвучавшая на открытии форума в исполнении Валентины Шевелевой, лауреата многих окружных и областных конкурсов художественного слова. С докладами на конференции выступили ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Сыктывкара и Пскова. Представили коллегам из других регионов плоды своих научных исследований и представителей Ненецкого округа. Это большое событие для округа в первую очередь, потому что мы принимаем здесь, на этой конференции, посвященной 400-летию протопопа Аввакума, очень статусных людей, людей, которые занимаются проблемами старообрячества, историей старообрячества на высоком научном уровне. Сама Елена Меньшакова также выступила с докладом, посвященным истории сакрализации, почитания места гибели пустозерских узников. Оно, кстати, пока что точно не определено, не найдено. Это изыскателям еще лишь предстоит сделать. Михаил Веселов, Владислав Ткачев, Телеканал Север.